Свои отчеты о проделанной работе предоставили все четыре района Сочи. Так, например, в Лазаревском за неделю специальной комиссии было проверено 19 объектов. В каждом втором выявлены нарушения трудового законодательства. Бизнесмены не оформляют своих сотрудников, либо оформляют не всех, платят серые зарплаты. Замглавы Ирина Романец подчеркнула, что в начале этой масштабной работы в Сочи не оформленных было выявлено 70 тысяч. Если 70 тысяч человек оформить, на минимум на 10 тысяч, это 7,5 миллиардов рублей. Один НДФЛ миллиард 300 составляет. У нас весь бюджет города 6 миллиардов. Понимаете, о какой вообще экономике идет речь? А в Сочи вот такая ментальность, что нет, вы что, у нас семейный бизнес. У нас гостиница на 48 мест, и работаю я, мой муж, моя сестра, никто не оформлен. У них доходы идут, у нас население беднеет. Требование администрации зарплата работников не должна ни в коем случае быть ниже прожиточного минимума. Ну а среднее по экономике и вовсе 29 тысяч. А еще все иногородние предприятия, которые заходят в город, должны вставать на регистрационный учет в местной налоговой, чтобы пополнять городскую казну. А именно на эти деньги Сочи решает социальные задачи по строительству детских садов, школ и ремонту дорог. На всех нарушителей ждут крупные штрафы от трудовой госинспекции за одного нетрудоустроенного работника от 20 до 100 тысяч рублей.